такие виды камеры где-то сюда здрасте да без раскачки оператор торопится синего нам расскажем стыки за фонарик но сначала краткая предыстория моей фонарика филе я люблю фонарики и все время хочу обмазаться чтобы было куча много миллиардов фонариков и купил такой такой оператора китайский ноунейм кармане у меня всегда nightcore mt10c всегдашний вот но всегда меня мучил хумара же надо что-то мощное и долго играющий потому что этот фонарик мощный но чик трах и все и он сдох потом я купил вот такое добро мы его сравним поток но это не карманный фонарик правильно вот шутки ради взял вот эту всегда это всегда вызывает во мне смех операторский фонарик вы не его он его использует вот ничего кончились до фонари общем смотрите бр велосипедный фонарик ну я человек это умственно не ограничен если написано велосипедный это не значит его только на велосипеде надо его можно и в руках быстренько и сейчас посмотрим с наша дурацкая камера передаст на стоп-кадре потом посмотрите за пиратом ловкость должен прийти текст мелкий наверно будет видно если что я скриншотами вы клашу потом вот заглянем внутрь коробочка премиальная на нас инструкция которую мы не будем смотреть вот сказать крепление кнопка отсроченного выстрела избей кабель и еще дополнительные резинки если у вас тонкий руль вот короче упаковочка хорошая собственно говоря перейдем фонарю сейчас я вам расскажу свои впечатления от испытаний собственно фонарика который мне весело помещается в карман вот так выглядит фонарик у нас искать в клоуза api алюминий вот она туда-сюда но полет экран до олед внутри видно батарейка чуть-чуть вот что-то у нас еще есть никаких органов управления больше нету вот эта хернюшка снимается я уже откручивал и кстати забегая вперед вот это уже тоже открутил посмотрел 2 18 650 то есть когда она умрет можно заменить в общем анарик причем мы будем смотреть как он светит три режима в дохера и больше тут у нас два светодиода я вам скажу один умный вещь на китайцы как любили одну херню так и осталось пишут 1800 люмин у нас максимальная мощность яркость она недолго крайне недолго светит таком и в общем если его включите это самое вот сейчас я начну включена у нас а при первом включении начал выбирать и один из трех режимов зависимости там будет либо верхней либо нижней либо углу вместе но и сейчас вот куда я нажал не понял сейчас подождите еще раз так мне надо трейл до трейл самый яркий оттенна роде остановился ее просвет вот вот уже видно до 1 так раз два три вот что это трейл это самый яркий да и соответственно вот у нас примерное время свечения его но сейчас уже два часа да потому что и вот сейчас он еще чуть поработает и перегреется и меньше будет еще ну перебирайте режим и все это короче не интересно факт в том что заявленная яркость держится недолго на 150 на 300 он держит сколько на максимальной он перегревается естественно тухнет вот раз мы будем пытаться на сейчас пока так вот на максимальной яркости надеюсь наша камера передаст длину ужасов подземелья и масштабы даже панасоник мы дали когда довольно таки отлично 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 вот это вот у нас максимальная яркость пока вот пока он не перегрелся он держит короче говоря ну а дальше вы можете варьировать там один отключить вот сейчас верхний отключен нижний только светит тоже вполне себе да реально нормально ну может чуть уменьшить вот это минимальный на таком он у нас вообще он 11 часов будет пока здесь заметьте не видно да один вот видно у нас чуть-чуть разряжен аккумулятор потому что я там нет не полностью не все банки он показывает ну собственно для контраста что имелось подразумевалось виду вот так вот бандура на включаем его ну тоже нет он не лучше ну смотри ты чё там где же там подожди сейчас я максимальный этот поставлю так трейл трейл вот и максимальную яркость явно вот это будет покруче но опять же здесь этих тысячу нету у нас вот в этом фонаре вот но это не карманник долго играющий до дешево стоит относительно этого намного дешевле дешевле стоит но 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 карман вот это не память то в карман помещается весело и легко единственное чем мы еще сравнимся с моим этим систем пластмассовым говном естественным и сравнивать не будем мы сравним его с обратом по маразму так это минимум у нас вот этот малыш наш дает он дает шикарно дает но это минут двадцать будет вот так радость эта радость может часа два давать вот то есть если вы собрались куда-то вот в такое место и вы возможно там заблудитесь вот такую байду да не дешевую то наверно можно в кармане иметь ну что функционально примерно хотя бы показывает время свечения имеет разные разнообразные плюс еще можно и на велосипед прикрутить конце концов вот вроде я не знаю больше кроме что еще забыл только про резинку вот здесь сказать по все это крышка снимается ну на проводке висит здесь резинка по всему этому саму и как я уже сказал два аккума 1850 но не припаяны в общем заменить можно вот в чем плюс карманник я считаю можно назвать и условно карманом потому что что ну вот все и понеслась как говорится если вы собрались в дальний поход вот в такой жопные поджопки из всех стволов как говорится еще это включу тоже то можете себе если вы не стеснены в средствах для вот сразу до разительный разительная разница это я не сам ярких кучу и вот можете как говорится да когда-нибудь оператор я уговорю проведем полный рассказ обзор вот это самое интересное вот там конечно так вот в общем наверно пора это перделка это решил посвятить вот вот так вот но умеем светит китайский об почувствуйте разницу вашим вашим если вдруг кто-то что-то не появился вопросы по именно этому фонарю есть или по этим не знаю все включено вот в общем задавать я поклонник на и ткоров большой вешеный фонарю вот этому уже третий четвертый год и аккумулятору тоже и он вполне себе оператор вот тут расщедрился мне свой подарил по аккумулятору можно догадаться дальше он задроченный до поноса в общем любителя на и ткоров если вдруг кто чего не понял туда-сюда за эти вопросы я обязательно обязательно чего-нибудь туда-сюда накапываю на кропа я хочу рассказать и поехали дальше всем пока